Документальные фильмы Воскресенье-ноября в России отмечается День Матери Поздравительный ролик ко дню телевидения Семейный досуг Мастер-класс подарок Деду Морозу прошел в Доме Молодежи Международный турнир по смешанным боевым единоборствам ММА Новый год не за горами Подготовка к главному празднику в году идет полным ходом Свинство как норма Последствия культурного отдыха горожан устранили во время субботника С добром и улыбкой Профессия педиатр На страже детского здоровья Все для развития Занятия в сенсорной комнате проходят в детском саду номер 40 «Ромашка» Контроль исполнения Представители власти проверили ход капитального ремонта на социальных объектах Память жива В Подмосковье завершена вахта памяти 2023 Специалист души День психолога отмечается в России 22 ноября Быстрее, выше, сильнее 21 ноября в Электрогорске прошли веселый старт для дошкольников Прогноз погоды В предыдущем эпизоде мы познакомились с личностью Роберта Классона И успели понять, что этот человек мог с предельной точностью предсказывать некоторые события И в этом выпуске мы продолжим узнавать о загадочных обстоятельствах, которые повлияли не только на его судьбу, но и на развитие поселка Электропередача Когда болото Газбужья было выкопано, Классон тут же дает задание инженеру СГС-1 Виктору Кирпичникову разработать технический план электростанции Проект здания принадлежит немецкому архитектору Герману Тезиусу, а все остальное легло на плечи Кирпичникова Но об этом мы поговорим в следующих выпусках И Классон едет за деньгами, ему же надо деньги иметь на оборудовании Куда едет? В Берлин Это второй визитник Классона Он, великолепно зная немецкий язык, а немцы уже зная, что он впервые приведет трехвазный ток Бакинский нефтепромостный электрофильм, пороховой, они уже там все знали его как специалисты Как своего приняли, да? За два дня дали ему 6 миллионов марок И вот приехал сюда И на эти 6 миллионов марок начал строить город, поселок И оборудование тоже самое Снова символично Ровно через 11 месяцев после начала строительства станции Классон произвел пуск первой турбины Это было в 1913 году Это требовалось для того, чтобы электрифицировать торфоразработки Через год пускают еще две турбины По проекту должно быть четыре, но успели установить только три Потому что началась Первая мировая война Некоторое время третья турбина стояла без работы, так как не было потребителя Классону была идея, что станция должна строиться не в городе, а на местном топливе И работать параллельно с другой станцией, Раушской Поэтому стал строить линию, сразу стал строить линию до Москвы Ну и параллельно стал строить линию для Павла Посада, Ореха Узуева и так далее И в марте 2014 года линии были сданы И он пустил первый ток Павла Посада и Ореха Узуева И 14 марта, это было 6 марта, когда они пустили ток А 14 марта, ну, считается день рождения электропередачи, электростанции Ну, это не связано ни с чем, это просто как-то В поселке Большие дворы Павлово-Пасадского городского округа На одном из зданий расположена мемориальная доска Она установлена в честь столетия электрификации района Введена в эксплуатацию 26 марта 1914 года от электростанции электропередача Первая линия сдана и готова принять нагрузку Включили ее 22 декабря 1914 года в День энергетика 22 декабря – это двойная дата Это день, когда впервые электроэнергия, электропередача пошла в Москву А вот и очередное магическое совпадение В 2015 году у класса уже спросили, а на сколько здесь ток хватит? Говорит, на 70 лет Это в 2015 году 8 марта 1989 года сожгли последний вагон Ровно через 70 лет Вот Как так он рассчитал? Да Далее перед классоном стоит задача найти способ добычи торфа Они использовали то, что в Европе применяют А в Европе применяли какой? Ручной Экскаваторный уже применяли способ Корчевание и так далее Но это был тяжкий труд Очень тяжкий труд Беда Пожар в июне 1913 года И пожарные начали тушить поселок И он увидел, как из разбойта пожарные струи разбывают Это вот эти все пни летят Все и пина образуется И там, где были места с торфом больших, торф выпал наверх Это ему дало мысль, что оказывается можно Снова Роберт Эдуардович дает задание Кирпичникову подумать над реализацией идеи Так появляется гидравлический способ добычи торфа И в 20-м году, когда уже действительно заработал гидраторф Они показали фильм Ленину И Ленин сказал, это дело государственной важности Придало этому значение А вот это новый способ Гидравлический Ну да Здравствуйте, Иосиф Виссарионович Это способ системы наших советских инженеров Товарища Классона и других Да Мы называем его, Владимир Ильич Гидроторф Да, сушность работы при гидроторфе Это, вот как вы видите Размыв больших торфяных массивов Струей воды и высокого давления Сколько атмосфер? Примерно 10-15 атмосфер Здесь тяжелый физический труд Заменяется управлением механизмом И главное, что этот способ Дает нам возможность рентабельно Разрабатывать большие Пнистые торфяные массивы Великолепно, а? Теперь мы одолеем эти торфяные болота Не правда ли? А вы спичками торгуете? Какая дикая вещь Да? Действительно Потому что торф оказался В два раза дешевле Любого вида топлива Самого дешевого, которое только было где-то Его не надо было возить Ничего не надо было Гидроторф работал практически до конца 50-х годов На всех торфяных электростанциях А потом их начали закрывать И переводить на газ Первой стала ГЭС-1 В 1946 году она приняла в топки Саратовский газ Другие же станции продолжали использовать Бакинскую нефть На территории набережной Стахановского озера Которую включили в список Современного архитектурного наследия страны Есть арт-объекты Они отсылают к истории города Здесь и знаменитая узкоколейная железная дорога И виды торфа Которые встречаются в Электрогорске А смотровая вышка напоминают знаменитую трубу А торф, который был в электропередаче Он под ногами лежал И электричество Москву давал И вот когда революция совершилась В 17-м году И когда правительство переехало Когда тут беспорядки были в Москве ГЭС-1 топили дровами На лошадях возили дрова топить электростанции И она работала не круглосуточно Она работала только утром, вечером И Криволь обеспечивала только И правительственную связь обеспечивала Больше она ничего не давала Потому что она не могла А электропередача работала без перерывов И давала электроэнергию Москве Тем самым она спасла революционное правительство От того хаоса, который бы произошел На случай отсутствия электричества ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Если вы гражданин Российской Федерации И хотите работать, подрабатывать по свободному графику По вашему выбору И готовы в выбранные для себя дни Работать грузчиком, фасовщиком, упаковщиком С 8 утра до 20 часов вечера С перерывом на обед И получать заработную плату Переводом на банковскую карту Еженедельно По средам из расчета 2300 рублей на руки За отработанную смену Приходите к нам на парфюмерно-косметическое производство ООО Парфюм Стиль Также на постоянную работу требуются Технолог Наладчики технологического оборудования Фасовщиц парфюмерной продукции Укладчики-упаковщики Операторы тампы печати Окращики стеклянных изделий Водитель автопогрузчика Кладовщик Начальник УТК Электромонтер по ремонту и обслуживанию Электрооборудования Слесаремонтник Официальная стабильная заработная плата Оформление согласно ТК РФ Полный соцпакет Адрес Город Электрогорск Улица Буденного Дом 5 Строение 0 Все детали вы можете уточнить В отделе управления персоналом По телефонам 8 925 494 75 40 8 929 511 69 70 8 496 43 3 13 49 С 9 до 16 часов Из памяти можно вычеркнуть все, но только недобрую улыбку мамы Чтобы поздравить ее с праздником, воспитанники реабилитационного центра подготовили концертную программу Самый дорогой и близкий человек, который всегда принимает тебя таким, какой ты есть Человек, который любит самой искренней любовью Человек, который всем сердцем желает тебе счастья Человек, без которого не было бы жизни Это мама Она дает мудрые советы, согревает теплом и любовью С поздравительной речью к мамам обратилась Людмила Шапар Традиционно в последнее воскресенье ноября Отмечается самый душевный праздник Он посвящен мамам Всем, кто подарил жизнь И кто планирует еще подарить жизнь Нашему будущему поколению Этот праздник Один из самых особенных Душевных Потому что он Среди всех праздников Напоминает А самая главная миссия Каждой женщины Это дарить жизнь и продолжать род Но мама это не только начало Начало Это особенный, близкий человек Это опора для каждого из нас Светлый зал учреждения был полон гостями мероприятия А все взоры устремлены на импровизированную сцену На протяжении всей концертной программы Не смолкали аплодисменты Через красочные и порой трогательные номера Юные артисты выражали благодарность своим мамам За их безграничную заботу и внимание А песни в исполнении Андрея Лебедева Помогли зарядиться хорошим настроением И испытать положительные эмоции Самый любимый для всех праздник Это праздник наших любимых мам Мы сами все мамы Меня переполняют эмоции После сегодняшнего праздника Ребята самые настоящие молодцы Мы постарались именно с ребятами Подготовить концерт Для наших маленьких детей В отделении реабилитации Они же нас тоже, конечно, поддержали и танцевали И приплясывали, и водили хороводы Мне кажется, у нас все получилось И я, конечно же, от всей души Поздравляю наших любимых мам С этим праздником Здоровья, счастья, благополучия Это здорово, что у нас есть Такие замечательные дети Помимо красочной концертной программы Ребята изготавливали для своих мам Съедобную поделку Аккуратно выкладывая печенье, зефир и шоколад Они создали целую картину Поделка символизирует домашний очаг, который бережно хранит мама Насыщенный день закончился праздничным чаепитием Своих мам также могли порадовать ребята, которые были на мастер-классе в Доме молодежи Под чутким руководством Ольги Сидоровой они изготавливали полезный подарок Мамы также принимали активное участие в создании поделок Мастер-класс познакомил присутствующих с таким материалом, как пластика Это полимерная глина, которая застывает при нагревании С ее помощью получилось создать разноцветный брелок в форме котика Памятный сувенир, который будет долго напоминать о таком прекрасном дне, проведенном с мамой Сегодня на нашем мастер-классе ребята познакомились с очень интересным материалом Который называется пластика Материал с виду очень похож на пластилин Он такой же по фактуре Очень приятный тактильно, если с ним работать Но если его запечь, он затвердевает и становится очень прочным То есть он чем-то похож на глину, но более удобен работе с маленькими детьми То есть детки сегодня развивали мелкую моторику, фантазию Помимо этого они работали вместе с мамами Это совместное творчество, которое мы тоже пропагандируем Стараемся, чтобы дети работали вместе со своими мамами И по итогу сегодня они сделают брелки, которые принесут домой И это будет такой подарочек ко дню матери для своих мам От себя лично, от нашего семейного клуба Гармония Я от всей души поздравляю всех наших мамочек С таким замечательным и добрым праздником, как День Матери Мама это самое главное, что есть у каждого в жизни Мама это первое слово, которое мы произносим Я хочу пожелать, чтобы у всех мам было побольше радостных дней Побольше поводов улыбаться Чтобы детки их любили, всегда были рядом И в общем всего хорошего, побольше радости действительно в жизни Улыбайтесь, все будет хорошо Самый приятный подарок для мам это тот, который дети им сделали своими руками Сегодня мы делали вот таких замечательных котят из пластика Сейчас придем домой, отправим их в духовку И будем ждать, пока они станут твердыми И повесим на ключики Теплые слова детей всегда согревают сердце любой мамы Что ты хочешь пожелать маме в преддверии праздника? То, что она самая красивая, всегда меня всему научит Ты самая красивая, я себя всегда люблю В завершении руководитель мастер-класса поделилась инструкцией по уходу за изделием Все присутствующие забрали с собой хорошее настроение Конфетку, которую можно съесть, если вдруг станет грустно Приснится ж такое У меня же все оплачено Никто меня не отключит Узнать о своей задолженности можно по телефону 324-43 Оплатить по адресу Ухтомского, 9, Пристройка Мама Это первое и главное слово в жизни каждого человека Именно к ней можно обратиться за помощью и советом Именно она формирует мировоззрение ребенка И хранит его у себя под сердцем до конца жизни Мама без всяких сомнений готова пожертвовать всем ради своего ребенка В преддверии праздника Дня Матери мы встретились с женщиной Чей труд в воспитании детей поистине можно считать героическим Добрый день, давайте познакомимся Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее про свою семью Добрый день, меня зовут Има Мой муж Сергей Это наша самая младшая дочка Милена Анатолий самостарший и средний Максим Главный и волнующий всех вопрос Трудно ли быть многодетной мамой? На самом деле нет Мама, она есть мама Неважно сколько детей Это один ребенок, два, три Ты всех так же одинаково любишь За всеми ухаживаешь, смотришь Иногда даже наоборот легче Потому что один ребенок может посмотреть за другим Если один ребенок скучно, он больше хочет внимания Просит поиграть с ним А когда уже двое появляются, они могут с друг другом Потому что появляется третий и так друг за дружком Расскажите поподробнее, как проходит ваш день С чего он начинается и как заканчивается Ну, если это будний день школьный То, конечно, мы утром просыпаемся Чистим зубы Одеваемся, собираемся в школу Убираем кровать И что-то подготавливаем, если не успели вечером Приготовить по урокам Отправляем сначала Анатолия и Максима Если успеваем, на машине Если не успеваем, они идут пешком Потом уже переходит дело за младшей дочкой Ее собираем в садик, потом идем на работу После работы встречаем детей И начинается там уборка, либо готовка Помимо бытовых всяких принадлежностей Еще ходят дети на кружке всевозможные Я стараюсь побольше их куда-то отдавать Чтобы меньше дети все-таки сидели в гаджетах И более развивались За всеми детьми надо уследить Всех забрать, всех отвезти Во сколько вы встаете и во сколько ложитесь спать? У нас подъем 6 часов Стараемся мы все-таки ложиться Именно детей по режиму Это чтобы до 10 часов они уснули Мы еще можем с мужем там Посмотреть в телефонах что-то полазить Посмотреть телевизор И до 12 стараемся уснуть Как часто рассчитываете на помощь мужа и детей? На самом деле помощь и детей и мужа Это очень большая помощь Потому что, например, если бы я одна была с ребенком С одним маленьким Это очень тяжело Но я думаю, каждая мама поймет Грубо говоря, когда совсем грудничок ребенок Очень сложно сходить в ванну Или просто даже волосы помыть Или что-то приготовить То есть маленькому грудному ребенку Нужно больше внимания И порой ты не успеваешь это все сделать С детьми старшими Мне было намного проще Потому что я могла спокойно отойти на кухню Узнаю, что там То ли Максим может посмотреть Если мне куда-то надо было Вот муж меня всегда поддерживает Может помочь мне приготовить И поесть Это очень большой плюс И очень большая помощь, я считаю То есть можно с уверенностью сказать Что супруг и дети для вас являются Настоящей опорой и поддержкой Это вот прям моя поддержка Поделитесь секретами по обустройству быта Ну дома у нас все как-то идет спокойно То есть если я попрошу детей Там убрать в своей комнате Они убираются Единственное вот у нас Самый крушитель это Милена Она на дню может рассыпать У нее контейнеры с игрушками На дню это по 3-4 раза Высыпать, собрать, высыпать, собрать Иногда идешь прям они по всему полу И конечно же она не хочет их собирать И тут уже помощь старших братьев Там ребят давайте соберете Там разрешу поиграть Или что-то вам сладкое куплю Ну на это они соглашаются Начинают помогать убирать А так дом с детьми сложно убрать В основном если они в школе и в садике Ну старшие дети с ними попроще Если вот наш самый главный человек в садике То я включаю музыку быстро все убираю, готовлю Чем увлекаются дети? Как я говорила уже Что я пытаюсь детей всячески куда-то отдавать На какие-то кружки Чтоб они больше развивались Были более умнее И творчески так же У нас Милена ходит на танцы Анатолий ходит на карате Также на музыку Он занимается гитарой Максим у нас ходит тоже на музыку На фортепиано И занимается борьбой Женщине важно ежедневно поддерживать красоту Как вы находите на это время? Ну я стараюсь всячески тоже поддерживать Но не то что прям вот сильно Но как-то хочется чтобы красиво выглядеть На фитнес хожу Могу вечером там заняться каким-то упражнениями Ну не знаю как все обычные женщины А помимо всяких физических активностей у вас есть какие-то любимые увлечения? Как свое свободное время проводите? На самом деле свободного времени меньше и меньше становится Но вот из творчества мы вот постоянно любим участвовать во всех конкурсах То есть если детям вот сейчас новогодние праздники Мы постоянно всякие подделки делаем Осенние вот мы первое место с Миленой заняли У нас творчество уходит вот в школьном направлении С детсада мы начинаем там картины рисовать Плакаты, газеты, стенгазеты Что еще? Ну вот и подделки всякие То есть вашу семью можно смело назвать активной и творческой, так? Ну по возможности стараемся, да Как часто дети ссорятся между собой? Как вы разбираетесь с этим? У нас часто ругань не бывает из-за игрушек Например кто-то чью-то взял и начинается крик Ну как-то стараешься В основном это идет все от Милены, от младшей дочки Старшие дети они еще наверное не осознают Что ребенок маленький и что нужно уступить Тем более девочке Ну как-то с ними спокойно это все проговариваешь Объясняешь, что вы такие же были Такие же хулиганистые, вредные Что сейчас период такой, что вот это вот жадина Мое-мое Ну как-то спокойно Расскажите нам про свои семейные традиции Может быть они пошли из вашей семьи Или из семьи вашего супруга У нас традиция Ну утром я люблю детей Какими-нибудь сладостями угощать Не знаю правильно это или нет Еще есть такая традиция Если у нас каникулы или большие выходные Мы стараемся посетить какое-нибудь что-нибудь интересное Развлекательное или познавательное мероприятие у нас Это могут быть экскурсии Либо там аквапарк Либо какое-то путешествие Либо поездка на отдых Еще можно съездить на дачу У нас она далеко Это Курская область То есть там тоже много впечатлений всяких Близится главный праздник в году Новый год Как вы его обычно проводите? У нас всегда это все семейное Мы стараемся семьей отметить Также зовем одну маму, вторую маму, братья Вообще веселый праздник И я считаю, что Новый год он все-таки такой вот Именно семейный праздник И поэтому стараемся это все объединить С семьями Как часто в повседневности происходят случаи Именно забавные, связанные с детьми? Ну, с детьми на самом деле каждый день забавные Особенно вот с такими маленькими А можете какое-нибудь прям особенное вспомнить? Ну, иногда они высказывают очень смешные какие-нибудь истории Это очень смешно Например, Толик у нас маленький был там Он увидел корову, а у коровы вот бирка такая Он говорит, о, мам, смотри, новая корова Или они смеялись А Максим был еще маленький, тоже грудничком Он стал его шикотать И по животу вот так толкать И спрашивают у меня Мама, у него батарейка не сядет Потому что он так смеется Ну, всякие такие забавные маленькие вещи Или какие-то интересные вопросы Когда вот дети спрашивают С детского взгляда Это, ну, смешно смотреть В какие моменты вы особенно понимаете, что большая семья – это хорошо? Когда приходишь домой Тебя дети ждут, обнимают Ты думаешь, не зря живешь на этом белом свете А какие самые теплые слова вам говорили дети? Или, может быть, это был подарок, сделанный собственными руками? У нас Милена перед каждой ночью, наверное, не хочет спать И у нас вот сама нежность начинается Может, обнять, приподнять Обнимать, целовать, говорить Мамочка, любимая И это очень приятно Прям хочется записать это на диктапон И запомнить, запечатлеть в памяти Также и старшие дети Не знаю, очень тепло относятся Один раз я пришла из дома Там у меня Максим бутерброд сделал с чаем Говорит, мамочка, это тебе Ну, это приятно Ну, как мило Поговорим про поддержку от государства Какая форма поддержки наиболее ощутима И как вообще вы в целом относитесь к господдержкам Ну, у нас поддержка то, что у нас проезд бесплатный у детей Так мы никакие бутылки особо не получаем Собственно, наверное, все И какие-то скидки есть многодетных Это если в каких-то музеях Если куда-то вот едешь На экскурсию, еще что-то Есть скидка многодетным Вот она очень приятна Вот это самый большой плюс у нас На общественном транспорте Мы не так часто ездим А вот именно на экскурсию Сходить со скидкой Это очень так приятно В Электрогорске также существует Объединение под названием Родное гнездо Вы состоите там? Да, конечно Я состою в этом В этой организации очень давно Елена Белыч Я очень хорошо и трепетно отношусь К этому коллективу и к Елене 21 век, прежде всего цифровой век Вас можно считать современной мамой? Ну, наверное, да Потому что сейчас мы все уже с гаджетами Без них уже никуда И если вот со школы связаны У нас постоянно какие-то опросы Что-то нужно пройти Что-то где-то зарегистрироваться Какие-то конкурсы Думаю, что да У вас есть свой личный блог? Вы активно его ведете? Да, у меня есть страничка ВКонтакте Но по возможности Я люблю фотографии По возможности Вот выкладываю детство их И мне очень нравятся фотографии Что вы пожелаете своим коллегам В нелегкой профессии материнства В преддверии праздника? Я желаю всем мамочкам здоровья, счастья Чтобы их дети их радовали Чтобы семейные пары были в мире в согласии, в любви Жили Самое главное, чтобы было здоровье, взаимопонимание и уважение Я очень люблю маму И она очень хорошая Она нам делает очень хорошие подарки Когда мы приходим из-за школы Или там Ну я вот, например, я с парой прихоженым Приготавливаю там что-то хорошенькое И я ей тоже там Чай, чтобы она отдохнула после своей работы Я хочу пожелать маме здоровья, любви и ласкости Я желаю, чтобы мама оставалась такой красивой И чтобы никогда не старела Я очень сильно люблю маму Итак, что у нас сегодня по плану? Новости мы записали Сюжеты сделали, посты выставили Съемок никаких нет О, так это можно и поспать! Сижу я, думаю, весь день писать сюжет Мне очень лень Не беда Нам инфоповоды найти На съемку новую пойти Да всегда В голове всегда завал Придумать новый материал Читать, искать, снимать весь свет Облазин, целый интернет Мы на ТВЛе Вновь сумели Новости отснять Чтобы дни итоги Ровно в сроки Вам всем показать Как сюжет ваш хорош Знаем Мы снимаем, чтобы Вы могли смотреть Вы могли смотреть Не сплю весь день, не сплю всю ночь Монтировать уже не в мочь Вот пустяк Мне гостя в студии найти На съемку вовремя прийти Как же так? Не забыть бы микрофон Хороший видит задний фон Обычном везде с собой носить И выходные выходить Мы на ТВЛ Вновь сумели Новости отснять Чтобы дни итоги Ровно в сроки Вам всем показать На экране всегда Все мы их снимаем, чтобы вы могли смотреть Ой, девочки, мне сюжет ко дню телевидения приснился Открываем блокнот и записываем Продолжение следует... Все ближе всеми любимые новогодние праздники А какой же Новый год без главного героя – Деда Мороза, у которого скоро отмечается день рождения В преддверии этого события в Доме молодежи в семейном клубе «Гармония» под руководством Ольги Сидоровой Состоялся мастер-класс «Подарок Деду Морозу» У нас сегодня новый мастер-класс очередной Мы его проводим для деток нашего города На этот раз он приурочен к празднику, который начал в последнее время набирать очень популярность большую на стране Это день рождения Деда Мороза Праздник этот отмечается 18 декабря И в канун этого праздника проходит очень много мероприятий у нас по стране и в частности у нас в городе Новый год уже не за горами, несмотря на то, что осень и отсутствие снега Но все равно хочется немножко уже новогоднего настроения, радости Преобразить обычные предметы в уникальные можно при помощи различных техник Одна из самых популярных – декупаж Для любителей творческих занятий разного возраста она проста и одновременно красива Я сегодня предлагаю мастер-класс для деток от 6 лет Мы будем оформлять тарелочки новогодние в подарок Деду Морозу Оформлять мы будем в технике декупаж Это очень интересная техника И плюс детки попробуют самостоятельно расписать свои тарелочки акриловыми красками Эти тарелочки возьмут с собой на память Работать будут детки как самостоятельно, так и со своими мамами То есть это совместное творчество, индивидуальное творчество Я надеюсь, что все у нас пройдет сегодня замечательно И детки порадуются и сделают очень хорошие подарочки Всем участникам рассказали и показали, как из обычной тарелки сделать настоящее произведение искусства В рабочем процессе использовали бумажные салфетки с ярким рисунком Кисти, ножницы и клей Для того, чтобы в финале получить достойный результат, ребятам пришлось приложить немало стараний Сегодняшняя поделка для красоты Я украшу ей свою квартиру У меня много работы Висят дома картины с мозаикой Мои творческие работы Любят все Все с удовольствием окунулись в атмосферу праздника и создали новогодний подарок своими руками Который останется в качестве памятной вещицы Для многих это уже не первое занятие и за это время накопилось немало работ Вырезала подарок деду, что мороза У меня есть и из бумаги подделки, и из пластилина подделки Мамы вместе с детьми прекрасно провели время и получили много положительных эмоций Самое положительное впечатление, потому что у меня ребенок не ходит в детский сад Поэтому для нас вообще плюс огромный, что есть такой клуб для детей Она ходит с этого года практически каждую неделю мы сюда ходим, посещаем Каждый раз все что-то новенькое Сегодня уже к Новому году подготовка такая небольшая Ей нравится, мы стараемся ходить на каждое занятие, потому что все время что-то разное показывают Рассказывают, запоминают, потом она идет домой, у нее эмоции Всем друзьям, вот сестре своей двоюродной рассказывает потом, что делали, как Ну для себя она получается, потом дома она тоже начинает что-то делать сама Также достает нам краски, кисточки По словам родителей, такие занятия сближают взрослых и детей А совместное творчество создает теплую душевную атмосферу Эти занятия, которые ведет Ольга Андреевна, мы ходим где-то около года с сыновьями У меня три сына, и вот с разными, каждый раз я прихожу Очень замечательные занятия, я хочу сказать, разносторонние Дети развиваются, общаются, мы много рисуем, общаемся также с родителями И детки получают массу удовольствия, впечатлений В общем, мы довольны, что у нас в Доме молодежи такой кружок каждую среду Я именно там, где я должен находиться 25 ноября во дворце спорта «Надежда» город Павловский Посад пройдет международный турнир по смешанным боевым единоборствам ММА среди профессионалов на призы главы Павла Посадского городского округа Московской области Семенова Дениса Олеговича, Олдгар Дивижн 9 Посвященный участникам специальной военной операции В рамках турнира пройдут 15 поединков, из которых два полуфинала Гран-при за звание чемпиона Олдгар Май-Тай Селекшн в полусредневесовой категории, а также главное событие вечера Противостояние за звание чемпиона Олдгар Дивижн Полулегкой весовой категории между амбициозным и талантливым проспектом из бойцовского клуба чемпион Город Коломна, Московская область, Андреем Евдокимовым И прошедшим долгий путь к титульному поединку уже знакомой местной публике Представитель легендарной школы единоборств «Скорпион» Город Махачкала, Республика Дагестан, Магомед Али Амирова Приходите и станьте свидетелями ярких по накалу поединков В одном из главных спортивных событий Московской области в уходящем году По воронкам руля Баю, баю, бай, добрый воин Баю, баю, бай, перед боем Ой, Льюри, вышел вновь по опушке Ой, Льюри Время стремительно близится к 1 января И атмосфера праздника начинает ощущаться сильнее Воздух наполняется ароматом свежих мандаринов А многие ребята уже написали заветное письмо Деду Морозу Кстати, 12 ноября из города Великий Устьюк Дед Мороз отправился в очередное большое путешествие на своем волшебном поезде Оно продлится 64 дня Поезд проедет около 32 тысяч километров и сделает остановки более чем в 80 городах России Подготовка в Электрогорске тоже стремительно продвигается Городские улицы заметно преображаются На бульваре полным ходом идет установка праздничных декораций Работники ЖКО Юг-Север собирают декоративные элементы, которые уже по-настоящему стали символом Нового года для горожан Это светящийся шар и подарок На лицах прохожих проскальзывают детские улыбки, ведь они искренне ждут наступления волшебства Неспеша начинают зажигаться многочисленные огоньки гирлянд Люди достают из дальних ящиков елочные игрушки и готовят главную виновницу торжества, оправляя ей хвойные ветви Хочется отметить, что болки супермаркетов ежедневно пополняются новогодней атрибутикой Пестрые елочные украшения, разноцветная мишура, заснеженные шишки, снеговики и море серпантина ждут своего часа, чтобы украсить дома жителей Электрогорска А самый главный атрибут 2024 года – зеленый дракон Кто является самым главным волшебником и исполнителем мечт всех детей? Конечно же, добрый Дедушка Мороз 18 ноября он отмечает день рождения В честь этого в городском парке собралось множество людей, которые хотят поздравить волшебника и поучаствовать в его веселой программе Деда Мороза в нашей стране воспринимают как волшебника и дарителя – того, кто поздравляет детей с любимым праздником Но один день в году, в свой собственный день рождения, Дед Мороз сам получает поздравления На праздники скучно не было никому Дедушка Мороз подготовил для гостей обширную программу Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах и получали сладкие призы Девочки сражались с мальчиками в танцевальном батле, согреваясь от внезапно наступившего мороза Многие из ребят с нетерпением ждут наступления Нового года и уже рассказали Деду Морозу о своих заветных желаниях Скажи, пожалуйста, а ты веришь в Деда Мороза? Да А ты уже написал письмо? Да А что ты хочешь у Дедушки Мороза? Только по секрету Я хочу набор лего А какой? Большой, наверное, да? Да Скажи, пожалуйста, а ты уже участвовал в каких-то конкурсах от Дедушки Мороза? Да А что выиграл? Конфеты А ты ждешь Новый год? Да А что Дедушке Морозу в день рождения пожелаешь? Счастья и здоровья Вместе с волшебником на праздник пришли его друзья – веселые зверята Они с ребятами водили хоровод под веселую музыку, поздравляя тем самым Дедушку с днем рождения Что вы попросили у Дедушки Мороза? И вообще верите ли вы в него? Да А что попросили? Я на компьютер А я телефон А что вы хотите Дедушке Морозу пожелать в его день рождения? Счастья и здоровья, чтобы у него были хорошие друзья А я в веселье и чтобы у него не заканчивались подарки Что вы подготовили сегодня в подарок Дедушке Морозу на день рождения? Сегодня на день рождения для Дедушки Мороза мы с нашим коллективом «Люди ночи» подготовили танец в формате флеш-моб, где от самого маленького до самого большого могли порадовать его и подарить ему наши улыбки А что вы Дедушке Морозу хотите пожелать? Здоровье, позитивных денечков, чтобы ему все зверюшки помогали, а детишки не забывали не только просить у него подарки, но и тоже дарили ему Виновник торжества не остался без подарков Воспитанники кружков Дома культуры подготовили для него зажигательные песни и танцы, а также поделки и рисунки, сделанные своими руками Ты сегодня выступала, да, на день рождения у Дедушки Мороза? Да А что ты делала? Ты пела? Да А ты веришь в Дедушку Мороза? Да А Дедушка Мороз тебе сегодня подарки дарил? Да А что ты ему пожелаешь? Здоровье, хорошее Дедушка Мороз остался доволен празднованием дня рождения Подарки и эмоции ребят подарили ему незабываемые впечатления Дедушка Мороз, у тебя сегодня день рождения и прежде всего я хочу тебя поздравить с праздником и пожелать всего самого наилучшего А теперь ответь на вопрос, сколько же тебе на самом деле лет исполнилось? Сегодня ровно 333 года, 33 дня, 33 минуты и 33 секунды Порадовала ли тебя погода, Дедушка? Да, в честь моего дня рождения даже тучи разогнали, мне это очень понравилось, но был небольшой мороз, это тоже мою честь Вот все просят у тебя подарки, а у кого просишь их ты? Я, да я сам их произвожу, у меня фабрика подарков, помогает мне Снегурочка и все лесные звери И ты себе любой можешь брать оттуда? Ну не любой, я закрываю глаза и на выбор себе выбираю подарок, какой попадется Вот знаешь, в последнее время появилось много-много ненастоящих Дедов Морозов, а ты-то хоть настоящий? Я настоящий, все Деды Морозы с Алиэкспресс, один я настоящий И что ты хочешь, Дедушка, пожелать всем в сегодняшний день? Не только в сегодняшний день, а и в завтрашний, и на будущее, чтоб все ваши мечты сбывались Мечтайте и пусть все ваши мечты до единой сбудутся С наступающим Новым Годом и с моим днем рождения вас! Приснится ж такое, у меня же все оплачено Никто меня не отключит Узнать о своей задолженности можно по телефону 324-43 Оплатить по адресу Ухтомского, 9, Пристройка Пластиковые бутылки, битое стекло, куча мусора Причем каждая из них росла не один день Во время очередного объезда администрация обнаружила настоящие свалки мусора в одном из городских скверов И это недалеко от домов, в которых мы живем, от улиц, по которым мы гуляем со своими детьми Разве вам все это нравится? В Электрогорске много площадок для отдыха, расположенных в лесах и скверах Видно, что народ любит культурно проводить здесь время, оставляя после себя горы мусора Непонятно одно, откуда у людей привычка мусорить, причем там же, где живешь Ведьму, у кого-то зона комфорта заканчивается за пределами квартиры Такие свалки обнаруживают практически каждую неделю А уж что творится в лесах? Убирать все приходится коммунальным службам и тем, кто не ссорит никогда Неравнодушным жителям Вот и в этот раз целая команда отправилась на уборку В итоге были расчищены все мусорные кучи Собраны десятки мешков, отходов и хлама Теперь тут чисто, природа задышала Но сразу возникает вопрос, надолго ли? Марина Амеличева уже более 4 лет С радостью и улыбкой принимает маленьких пациентов Электрогорска За это время ее успели полюбить и родители, и дети С выбором профессии она определилась еще в детстве Уже со школьной скамьи я оставалась со своими племянниками Помогала им, то есть кормила их, одевала Когда они болели, что врач назначал им, я сама давала им лекарства Потом оставалась с соседскими детишками И уже когда пришел выбор профессии, я сказала родителям, что пойду участковым педиатром Марина Вячеславовна закончила Мордовский государственный университет имени Николая Огарева Мечтала обучаться специальности неонатология Однако судьба распорядилась иначе И молодой специалист пришла работать в Электрогорскую больницу по программе «Земский доктор» Как и любому врачу, ей в начале карьеры пришлось столкнуться с разными трудностями Это был очень достаточно, я бы сказала, нелегкий труд Потому что все мы разные, я как говорю И ребенок не слушается тебя, он ведет себя неправильно То есть не дается тебе, ты не можешь его послушать, посмотреть рот правильно Родители все разные, у всех своя психика и моральная, и психологические Все воспитанные по-разному И как бы нужен опять же свой индивидуальный подход каждому человеку Педиатр ведет детей с самого рождения На его плечах большая ответственность Я считаю, миссия детского врача – это не только назначить лечение, поставить диагноз Но и быть другом для маленького пациента и ребенка Ну, то есть ребенка И вызывать доверие у родителей Чтобы они тебя слушали, понимали, ну и выполняли все твои назначения Все лучшие качества врача приобретаются со временем За это время я стала более спокойным, я считаю, более опытным как педиатр, как специалист Начала понимать родителей То есть каждый человек, он по-своему оригинален, можно так сказать Тут надо и понимать, и выслушать родителей И попытаться как бы в контакт войти с ребенком Вот эта боль с практикой, она более-менее как бы усовершенствуется Приемы маленьких пациентов, обслуживание вызовов заболевших детей, работа с документацией Все это – неотъемлемая часть педиатрической профессии За 10 минут мне надо посмотреть ребенка, поставить диагноз, назначить лечение Плюс оформить всю электронную документацию Сейчас век электронных технологий И это достаточно очень трудно, тяжело Но ничего, главное не унывать, все будет хорошо Мы работаем по неделям Например, по очереди вызова обслуживаешь на дому целую неделю То есть это тоже достаточно тяжело Вызовов бывает очень много, когда особенно эпидемиологическая ситуация, так скажем, желает лучшего И бывает очень тяжко, особенно когда пятые этажи Многие говорят уже, хватит, стоп Но ты пытаешься обслужить всех Никому не отказать в помощи Потом приходишь на работу и это еще вбиваешь в компьютер Пишешь в карту и в компьютер Педиатр обязан знать миллион тонкостей о детских заболеваниях И всегда держать руку на пульсе Это зависит от сезона, от эпидемиологической, опять же, ситуации Если, например, летом они обращаются больше к какой-то с профилактической целью Или больше насчет вакцинации То есть начиная уже с осени до весны Уже начинается такая более упорная наша работа Тут, понятно, и кашель, и температура, и сыпь И функциональные какие-то нарушения кишечника То есть все, что угодно В работе педиатров существует множество мифов Некоторые приходят, говорят, вот мы поели мороженое, и у нас мы заболели Или там мы вчера оделись не так тепло И у нас температура, и кашель, что и все болезни от холода Нет, болезни вызывают вирусы и бактерии Самое главное в этой профессии – любовь к детям И желание оказывать посильную помощь и поддержку каждому маленькому пациенту Любить свою профессию – это значит отдавать почти все свои силы туда То есть радоваться каждому дню, ходить с удовольствием на работу Чтобы работа приносила тебе радость, уверенность в себе То есть и постоянно усовершенствоваться своей профессией Помощь детям – не только поистине героическая работа, а больше призвание, требующее колоссальной личной самоотдачи Я считаю это доброта, уверенность в себе и трудолюбие Для установления комфортной обстановки и успешного процесса лечения С малышами необходимо найти общий язык К Марине Вячеславовне дети ходить не боятся У нее есть особый подход даже к самому капризному пациенту Если ребенок, так скажем, шебутной, то разговариваешь с ними, успокаиваешь его Надо уметь договариваться с ним Я люблю поощрять еще их, чтобы в следующий раз ребенок пришел ко мне и уже не боялся меня Федиатры являются и опорой для родителей, действуя с ними сообща для достижения общей цели Сохранить здоровье каждого ребенка Надо быть спокойным человеком, уравновешенным человеком, слушать их Некоторые приходят записываться не обязательно по заболеванию Что вот мы заболели, помогите нам А некоторые просто приходят за советом И иногда и в кабинете и смеются, и плачут То есть надо успокоить родителей И дать какие-то найти такие слова поддержки И дать дельный совет, чтобы родитель ушел от тебя Хорошим настроением и спокойным человеком Все дети разные, и каждый из них особенный С ними порой сложно, иногда легко, а бывает и весело Один раз пришел мальчик, ему уже, наверное, было около 14 лет Такой подросток Я назначила лечение Мне сказал, когда в следующий раз прийти на прием В следующий раз он пришел, там было все хорошо уже Принес мне шоколадку и сказал Марина Вячеславовна, я вас так люблю и буду ходить вам всегда Хотя он не с моего участка У каждого после трудного рабочего дня Есть способ расслабиться и привести себя в порядок Я прихожу домой, я люблю музыку, люблю петь Включаю спокойную какую-то музыку Слушаю, наслаждаюсь, люблю готовить Особенно когда такое радостное настроение Когда ты знаешь, вот я помогла этому человеку, я вылечила его У Марины Вячеславовны есть свой жизненный девиз Улыбайся своему будущему, и оно улыбнется тебе в ответ В этой профессии невозможно стоять на месте Приходится постоянно развиваться и учиться чему-то новому Мы проходим и онлайн-курсы, зарабатываем баллы в НВО То есть у нас сайт есть такой Проходим тесты Плюс педиатр, вообще любой врач, он должен как бы сам Идти к знаниям, постоянно читать какие-то статьи Потому что медицина не стоит на месте Я прошла по программе как земский доктор Мне надо пять лет отработать Вот я уже отработала четыре года Далее у меня аккредитация, успешно пройти аккредитацию Дальше работать я собираюсь также педиатром И усовершенствоваться Сегодня врачи-педиатры Электрогорской больницы Каждый день выполняют свой профессиональный врачебный долг Помогают нести родительскую ответственность Отдавая всю душу своей профессии Коллега мне пожелала крепкого здоровья Во-первых, удачи как в профессиональной, так и в личной Деятельности Быть постоянно на позитиве, быть спокойным человеком Быть добрым человеком Любить детей Пусть приходя на прием дети Всегда дарили им лучезарную улыбку, радость Лечить детей и никогда не болеть самим В профессиональный праздник желаем всем врачам, кто связал свою деятельность с помощью детям Чтобы работа приносила удовлетворение Дети отвечали улыбкой и звонким смехом А родители словами благодарности за ваше благое дело Отправиться в дальнее плавание, изучить морских обитателей и по-настоящему почувствовать себя на побережье Все это могут сделать воспитанники детского сада номер 40 «Ромашка» на занятии в сенсорной комнате Понятие «сенсорная комната» впервые ввела Мария Монте-Сори Итальянский педагог, доктор и ученая В ее понимании это помещение с большим количеством обучающего материала для детей В учебном процессе такие помещения пользуются спросом и показывают хороший результат В зависимости от оборудования, материалов и преобладающего света Сенсорные комнаты делятся на три вида Светлая, активная, темная, пассивная и игровая В детском саду номер 40 находится темная комната Ее оснащение способствует расслаблению, восстановлению психоэмоционального состояния, успокоению Все занятия проходят в игровой форме, что несомненно повышает интерес у детей Наша сенсорная комната призназначена для детей от 3 до 7 лет Дети с удовольствием ходят, у нас занятия проходят и в утренние часы, вечерние часы Детям очень нравится, здесь у нас и здоровьесберегающие технологии, дыхательные гимнастики И развитие моторики, восприимчивости, цвет, форма То есть все, что нужно для развития речи, все, что нужно для того, чтобы ребенка подготовить к школе Какое оборудование есть? Здесь оборудование и тактильное, и массажные дорожки, сухой бассейн со световыми элементами Светодиодный дождик, доски тактильные, вот они Фибропанели, массажные мечи, также у нас массажные пуфики И много оборудования, то, что мы с детьми работаем руками, ногами То есть массажные элементы, много массажных элементов очень И для восприятия, то есть слух, цвет, формы, объемы То есть все, что нужно для сенсорного развития ребенка Тема занятия влияет на форму его проведения и на то, какое будет использовано оборудование В зависимости от темы занятия у нас меняется и оборудование И то есть мы предназначаем, и назначение этого оборудования идет в зависимости от цели нашего занятия То есть или мы сегодня погружались в морскую тему Или у нас идут осенние какие-то, с листочками играем, зимние, летние То есть в зависимости от того, какое занятие, мы с детьми перевоплощаемся, путешествуем Все время попадаем в разное путешествие Занятия в сенсорной комнате также являются отличным способом для раскрепощения детей Они расслабляются и благодаря этому начинают свободно мыслить Даже родители говорят, кто ходит часто в эту комнату, что ребенок и рассказывает И также здесь вот в группе, если ребенок что-то не говорит, то здесь у нас занятия проходят по 6-5 человек И ребенок расслабляется, раскрепощается Мы также играем с ними в сказки, то есть он может и сочинить что-то И раскрепощается ребенок, и у него речь начинается даже у некоторых детей То есть они в группе такие закрепощенные, а здесь раскрепощаются и рассказывают о чем-то, сочиняют сказки, придумывают истории Хочется также отметить, что ребята с удовольствием посещают занятия Я часто хожу на такие занятия А что тебе в них нравится? Мне нравится переплывать, пободать, еще хлопать на фонтанчик, еще слушать фонтан Скажи, с каким настроением ты уходишь занять? Хорошим, спокойным Мне понравилось, как мы проплывали, холодная дорожка, дерево, фонтан, как мы под дождиком играем У воспитанников значительно улучшается настроение после занятий Какое у тебя настроение становится, когда ты посещаешь такие занятия? Очень весело Благодаря регулярным занятиям в сенсорной комнате у детей нормализуются процессы развития, восприятия и познания окружающего мира В детском саду «Колокольчик» продолжаются отделочные работы в помещениях Строители производят раскатку кабелей и проводов, укладывают их в короба Готовят полы для последующей укладки линолеума Поставка материалов осуществляется в срок и в достаточном количестве С благоустройством все победили Сейчас идет плитка, шпаклевка, стекло-холст Потолки здесь будут амстронг, наливной пол и линолеум Стены, соответственно, покраска Илья Михайловна, согласовали цвета? Согласовали, согласовали цвета И были определенные, окна были недоставлены, окна доставляли А успели с детскими игровыми площадками? С детскими игровыми там? Здесь нету А здесь нет? Нету, нету Веранды здесь новые были, мы еще в свое время, в 2008 году их делали Строили Веранды Есть отставания по фасадным работам Необходимо увеличить количество рабочей силы и ускорить темпы Все строительно-монтажные работы должны быть завершены к Новому году Мебель и оборудование уже заказаны Ну, динамика очевидна, особенно если начать с первого объекта С детского сада «Колокольчик» многострадальный Который, в общем-то, нерадивые подрядчики разломать разломали И фактически как бы сбежали с позором Сегодня мы видим, динамика достаточно неплохая Более 70 человек на объекте работают Ожидают уже материалы для финальной отделки объекта Мы, конечно, очень рассчитываем, что подрядчики взяты на себя обязательства И до конца календарного года объект будет завершен В помещениях взрослого поликлинического отделения ведутся отделочные работы Смонтированы две пожарные лестницы Производят укладку плитки В подвальном помещении установлен тепловой узел Ведется монтаж инженерных систем На территории объекта проведены работы по благоустройству Полностью завершена облицовка фасада В стадии завершения находится монтаж входной группы Уже, знаете, это когда особенно тут затянулись наши пленарные недели Давно региональных не было Приехал, я первоначально нашел, как будто здесь новое здание успело вырасти Ну, понятно, когда уже зашли вовнутрь Ясно, что фактически сломали и заново построили Все равно нельзя не сказать это новым Качество материалов совсем другое Вот, нас главный врач заверил о том, что и мебель, значит, ожидается уже Закуплена сейчас, ожидаются поставки И также рассчитываем, что с Нового года после новогодних каникул Поликлиника распакнет свои двери и будет принимать уже люди И, как известно, пространство, в которых мы живем, в которых мы коммуницируем Они порой лечат лучше любых таблеток Сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта В обязательном порядке принимают участие в комиссионных приемках Осуществляют строительный контроль на объектах Мы видим, что работы усилились Мы видим, что отделка у нас уже идет в предзавершающей стадии То есть мы уже вышли на чистовую отделку Ориентировочно, как нам обещает подрядная организация До декабря текущего года работа должна быть завершена Что же касается поликлиники Здесь мы видим темпы еще лучше То есть здесь буквально еще, наверное, недели-две И мы выйдем на финишную чистовую отделку И, собственно, там уже будет у нас внесение мебели И подготовка помещений к приему посетителей Торжественная церемония состоялась в музейном комплексе Зои Космодемьянской В Русском городском округе Мероприятие было приурочено ко дню поисковика Подмосковья Который отмечается каждую третью субботу ноября В церемонии закрытия приняли участие более 500 активистов поисковых отрядов И патриотических объединений Московской области Среди которых были представители Электрогорского поискового отряда «Боец» Командир отряда и руководитель музея «Боец» Зайнап Муженко поделилась итогами Конечно, мы принимали участие в международной поисковой вахте Западный фронт Паршавское шоссе За время проведения этой вахты было поднято 122 бойца Красной армии Вот из них два бойца, двух бойцов Красной армии поднял наш отряд В этом сезоне провели разведывательно-поисковые работы на территории Московской области Приняли участие в международной поисковой экспедиции Западный фронт Паршавское шоссе в Калужской области В рамках проекта «Битва за Москву» в поисковом музее Проведены экскурсии для взрослых и учащихся школ и техникумов Организованы уроки мужества в образовательных учреждениях Поисковая работа заключается не только в выходе на полевые поисковые экспедиции Мы еще работаем в проекте «Судьба солдат» Это всероссийский проект, когда устанавливаем судьбу или место захоронения пропавших без вести бойцов Времен Великой Отечественной войны К нам обращаются родственники, и мы стараемся найти ту информацию, которая бы рассказала о судьбе его В этом сезоне поисковикам Московской области удалось найти и придать земле останки 192 человек Именно благодаря членам поисковых отрядов и краеведам в этом году произошло важное событие не только для региона, но и для всей страны Московский областной суд официально признал факт геноцидов Подмосковья во время нацистской оккупации в 1941-1942 годах Поиск продолжается Профессия психолога является неотъемлемой частью современного мира Особенно она важна в школах Психолог помогает учащимся справиться со стрессом и помочь определиться с будущей профессией 22 ноября в России отмечается День психолога В преддверии праздника мы пообщались с педагогом-психологом школы номер 14 Вы школьный психолог Расскажите, какие проблемы среди детей актуальны в настоящее время? Ну, на самом деле, проблемы, которые были и 10, и 20 лет назад, они до сих пор актуальны среди современных детей Если мы будем рассматривать детство как проблему, ну, с точки зрения не проблем, а особенностей физиологии То за последние 50 лет в физиологии ребенка ничем не изменилось Проблемы ребенка, они не поменялись за последние годы И то, что в школе, да, необходимы основные навыки, которые школа формирует Это умение читать, умение писать, умение считать Вот, они же и вызывают сложности Кроме того, да, мы можем еще выделить такие факторы, как умение общаться, да, в школе И, соответственно, выстраивать отношения ученик-ученик, ученик-учитель, да, с точки зрения каких-то более общих особенностей Потому что если мы рассматриваем, да, все разные возрастные группы, то опять-таки психология, она оценивает ведущую деятельность Если в дошкольном возрасте это игра, то в младшем школьном возрасте это учение, да, дети очень нравятся учиться, и это хорошо В подростковом возрасте у ребенка уже учеба уходит на второй план, и это становится проблемой взаимоотношений со сверстниками Вот, поэтому если сложности бывают на разных возрастных периодах, то, соответственно, они могут отразиться и в школе, и в личностном развитии ребенка, на всей сфере Какие тестирования вы проводите для учеников? Мнение такое, что психолог только делает, что проводит тестирование, на самом деле, если мы проводим качественную диагностику То действительно 70% успеха в коррекционной работе или в помощи, как раз-таки играет роль в диагностике Есть скрининговая диагностика, когда мы диагностируем класс, параллель, да, в разные периоды, например, в адаптации Первых классов, пятых классов, да, там, десятый класс, если класс сформирован из нескольких, например, групп Вот, и бывает уточненное, когда в результате скрининга у нас наблюдаются какие-то проблемы То мы смотрим, делаем выводы, нужно ли уточнять, где-то работа с родителями начинается, где-то с классными руководителями Да, то есть те моменты, которые нужно уточнить для того, чтобы своевременно помочь ребенку Можно ли как-то по внешнему виду человека определить волнующие его проблемы? Личностные особенности, качество темперамента, они всегда были, есть и будут, наверное, определяющими Да, то есть классические вот эти четыре вида темперамента, они всегда есть Но, да, тут вопрос не о том, можно или не может, а хочет ли ребенок или взрослый человек показать себя как-то по-другому Да, он может, например, быть холериком, но желать себя показать как флегматик или меланхолик Да, то есть бывает такое, что с одной стороны оценка реального человека и то, как человек хочет себе подать Это две разные оценки Существует такое мнение, что людям с развитым правым полушарием легче даются творческие задачи А тем, у кого лидирует левое, более рациональные и точные А есть ли какой-то тест, чтобы определить, какое полушарие развито больше? Мозг у человека один, и работает он как единый организм То есть, да, было время, когда популярно было изучение левшества как такового, да Плюсы и минусы особенностей левого полушария, правого полушария и так далее На самом деле, когда человек развивается, у него параллельно, иногда чуть-чуть опережает, преобладает то или иное полушарие Да, то есть, если мы говорим, что у человека формируется что-то новое, ну, например, маленький ребенок произносит первое слово Вот в этот момент у него лидирует левое полушарие Когда, например, нужно накапливать образы, ну, как сказать, более бытовым языком сказать слова Количество слов активного словарного запаса То у него это все дело накапливается, наоборот, в правом полушарии Но если говорить о классике, то это те тесты, которые могут, да, ну, опять-таки, на латерализацию левой руки, например, или правой То есть, есть поза замок, да, мы смотрим, какой палец сверху Есть, да, есть, например, попросить ребенка похлопать, да, какой рукой, как удобнее аплодировать, да, левая рука, правая рука или параллельно Вот, есть, например, проба, да, какая рука идет сверху в позе наполеон, например, да, то есть, какая рука, какую защищает Вот, кроме того, мы можем попросить ребенка сделать, например, подзорную трубу и посмотреть глаза Да, тут мы сразу подключаем глаз Кроме того, если, например, человек постарше, есть пробы, когда мы соотносим коррекцию изображения предмета То есть, мы просим, например, найдите какую-то точку и посмотрите на нее двумя глазами Дальше мы соединяем эту точку, например, с указательным пальцем, да, и поочередно закрываем то правый, то левый глаз Соответственно, где изображение меняется, да, то есть смещается, тот глаз считается ведомым Правда ли, что классическая музыка улучшает производительность? С музыкой вообще все сложно, да, как и везде Почему? Потому что мы не знаем, да, что у нас в голове происходит, когда мы слушаем музыку Для чего мы это слушаем? То есть, если человек аудиал, да, и всю информацию получает на слух То музыка для него более значима, нежели чем какие-то другие визуальные, например, образы Если мы рассматриваем музыку как темпо-ритм, да, то, да, она помогает, там, бодренькая музыка проснуться Спокойненькая музыка, там, успокоиться, да, подготовиться к осну, что-то такое спокойное, плавное, мелодичное Помогает настроиться, да, музыка играет большую роль Но, да, классика, тут кому что нравится Да, в классике более четкие ритмы, да, более правильные, более темпорированные Если мы берем, там, классические, таким, более симфонии, да, минуэты Где четко, размеренно, нету каких-то скачкообразных движений То, если человеку это нравится, это ему помогает Что с психологической точки зрения нужно делать, чтобы у ребенка появился интерес учиться? Как помочь? Ну, опять-таки, учеба в определенный момент это важная, так сказать, веха в жизни ребенка Но, к сожалению, да, учеба часто у современных детей начинается слишком рано И когда ребенок идет в школу, он иногда истощен настолько уже учебными занятиями, да То есть тут и хор, кружок, кружок по фото, да, еще мне там петь охота и так далее То есть тут важно понимать ресурсы и возможности ребенка и не переусердствовать до школы Совет старшеклассникам, которым предстоит сдавать экзамены Как бороться со стрессом? Ну, начнем с того, что есть два момента Первый – это подводящий, то есть мы начинаем, да, готовиться психологически к экзаменам Числа 20 мая, да, то есть если ребенок или родитель хочет подвести своего ребенка в оптимальном ресурсе То есть это режимные моменты, режим дня, правильное питание, прогулки на свежем воздухе, да То есть чтобы силы организма были направлены на преодоление какого-то стресса Да, экзамен всегда это стресс, неважно в каком возрасте Это вопрос подготовки Кроме того, есть момент, когда ты находишься уже в процессе экзамена, да То есть не та тема, да, не то хотел, не то планировал, как-то не так все пошло И если начинаешь волноваться, тут надо вовремя себя чуть-чуть тормознуть И тут мы должны вспомнить, где мы находимся То есть есть специальные техники Опять-таки каждая техника под своего ребенка подбирается самостоятельно То есть кому-то, да, совет выйти в коридор, попить водички Это совет рабочий, да То есть вышли, медленно стакан воды выпили Вот, вроде как мозги перезагрузили, пошли работать дальше Кому-то нужно контролировать Есть такие техники, как заземление То есть это когда мы включаем счет То есть какой-то контроль, например, дыхание Да, на определенное количество счетов вдоха На определенное количество счетов выдох Либо, ну, например, найти пять зрительных образов Четыре слуховых образа Три вкусовых, два, ну, например, кинестетических Там запахов каких-нибудь, да Или в любой последовательности, которую ребенок, в принципе, это упражнение запомнит Очень важно еще с дошкольного возраста прививать детям любовь к спорту Сегодня в лицее «Корпус Бета» проходят веселые старты Воспитанники детских садов – настоящие спортсмены Которые уверенно стремятся к победе и не боятся никаких преград Как только ребята переступили порог спортивного зала Сразу начал чувствоваться командный дух юных спортсменов К ним с приветственными словами обратилась почетный гость мероприятия – Людмила Шапор Я хочу поприветствовать наших юных спортсменов Ребята, вы сегодня отвечаете за всю команду Я понимаю, что вы будете стараться, но вы должны знать, что победит только команда Поэтому если у кого-то чего-то получаться не будет, не надо ссориться, не надо обижаться У вас все должно получиться На соревнованиях присутствовало 4 команды У каждой обязательно наличие капитана, названия и девиза Командам были предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с мячами и обручами Где они смогли проявить свои спортивные умственные способности и навыки Ведь главное отличие веселых стартов – это именно привить детям любовь к занятиям спортом Ребята старались изо всех сил прийти к финишу первыми Кстати, история веселых стартов началась много веков назад и полна легенд и необычных фактов В древности люди проводили различные игры и состязания, чтобы отметить особые события или праздники Сейчас же, несмотря на столь юный возраст спортсменов, хочется отметить их целеустремленность и ответственность Ты сейчас волнуешься? Да, я очень волнуюсь Ты хочешь победить? Хочу победить, очень хочу А как ты думаешь, что там за приз вам приготовили? Не знаю, какой это приз Наверное, конфеток хочешь, да? Да А у вас дружная команда? Да, очень Все этапы веселых стартов проходили в напряженной борьбе Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали за свои команды На спортивной площадке царили смех, шум и веселье Проведенный спортивный праздник сплотил ребят и никого не оставил равнодушным На соревнованиях ребята почувствовали себя настоящим коллективом Вот и наступил самый волнительный момент – объявление результатов Во время награждения ребята искренне радовались и поддерживали друг друга Места распределились следующим образом Бронзовыми призерами стали команды «Ромашка» и «Гнездышко» Серебро завоевали ребята из детского сада «Елочка» А обладатели первого места – воспитанники «Светлячка» Вы команда-победитель, поделитесь своими впечатлениями Мы очень рады, что в этот раз мы победили и заняли первое место Наши ребята готовились долгое время и поэтому заняли первое место Молодцы! Ожидали ли вы победить? Ну, у нас были очень сильные соперники Мы, конечно, шли за победой, но и соперники у нас были очень сильные Поэтому наша победа – это достойная победа, да? Победить у достойного соперника – это круто А какое главное преимущество у ребят в команде? Я думаю, это смелость Это, что у нас еще? Дружба! Самое главное – дружба Да, и уверенность в себе Поздравляем ребят и желаем дальнейших спортивных побед! Приснится ж такое У меня же все оплачено Никто меня не отключит Узнать о своей задолженности можно по телефону 3-24-43 Оплатить по адресу Ухтомского, 9, Пристройка В ближайшую ночь ожидается пасмурная погода Столбики термометров опустятся до минус 8 Атмосферное давление пониженное, ветер умеренный Ожидаются осадки в виде снега В субботу 25 ноября потеплеет Днем температура воздуха составит не более минус 3 Ночью опустится до минус 6 Осадки не прекратятся Порывы ветра будут совсем незначительные Атмосферное давление придет в норму В воскресенье 26 ноября Столбики термометров не опустятся ниже минус 5 Ожидается сильный снег Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»